Помимо того, что так очевидно, могу сказать только то, что выделились уже примерные направления, где обострение носит системный характер, из чего следует, что явно проводится подготовка. Раскачивание ситуации, доведение ее до состояния, когда уже можно будет перейти к каким-то конкретным действиям. Но это было по состоянию на вчерашний день, потому что после исторического объявления о признании наших республик в последние сутки наблюдается относительное затишье, хотя эксцессы периодически по территориям случаются. То подрыв автомобиля, то локальное боестолкновение на отдельных участках, но в целом наблюдается такое замирание ситуации и, как я считаю, это своего рода затишье перед будьми, перед какими-то обстоятельствами, которые должны уже будут привести, как мне кажется, к каким-то более значимым результатам, хотя и признание тоже достаточно значительный результат. Но мне кажется, что нет предела совершенства. Я честно скажу, пока мы сидели здесь и варили собственную соку, это еще где-то месяц назад, я относился технически к признанию ЛДНР. Мне казалось, что это нужно прежде всего для того, чтобы как раз таки, и об этом можно прочесть в моих публикациях, что как раз таки это нам позволит заключить с Россией те необходимые нам договоры о, прежде всего, военной взаимопомощи. А если быть честным, то о помощи со стороны России нам. Какая тут взаимопомощь. Понятное дело, что мы нуждающиеся со стороны. Но когда признание состоялось, я понял, что, оказывается, мы его ждали сильнее, чем можно ждать какого-то просто технического решения. И стало постепенно понятно, почему. Потому что вдруг открылась огромная возможность. Дело в том, что, вы помните, конец 15 века, великое стояние на реке Угри, после которого Русь перестала платить дань Золотой Орде. То есть всего-навсего две рати постояли по двум берегам реки, но после этого началась новая история. Так вот и здесь. Ну, наверное, аналогия притянутая. Ну, тем не менее, чем богат, тем и апеллирует. Мне кажется, что после того, как мы вот установили вот этот исторический рубеж новый, если до сих пор состояние дел у нас было абсолютно неопределенное. Мы не понимали, куда мы движемся дальше, какие будут перспективы. Мы находились постоянно в подвешенном состоянии, в состоянии этого страха. А вдруг большая политика повернется так, что мы откатимся назад, ну, например, к исполнению минских соглашений. Этот страх присутствовал всегда. И даже наши официальные лица, которые должны были утверждать Минск и которые должны были все время о нем говорить, как о дорожной карте, о незыблемости этого Минска, тем не менее, за пределами объективов камер, где-то уже там на человеческом уровне, они точно также выражали обеспокоенность тем, что, а вдруг начнут реализовывать, а вдруг что-то случится, а вдруг, блин, мы опять начнем там играть с этой Украиной, с которой играть невозможно. Правильно российские политики говорят, что как можно играть в карты с теми, у кого они крапленные, собственно говоря, кто шулера. Так вот и здесь. Ну, мы уже наигрались, что я пережил уже, четвертый год помаранчевой революции был в эпицентре событий, четырнадцатый год был в эпицентре событий в Киеве. Но я понимаю, что это невозможно, с них договариваться невозможно. Они понимают только одно положение, к сожалению. Они, это не украинцы, упаси бог, не украинцы. Украинцы-то такие же там русские, только с определенными этническими отличиями, а это те люди, которые пытается украинский народ загонять в какое-то стойло и гнать по какому-то, я не знаю, по какому-то коридору, где ни вправо, ни влево везде колючие проволоки, к сожалению. На этом надо всегда делать акцент, потому что мы обобщаем, вот Украину. На самом деле мы обижаем огромное количество украинцев, русских, которые находятся там, а мы их под одну гребенку. Абсолютно так нельзя делать. Я прошу искренне прощения за то, что иногда мы делаем эти обобщения, совершенно неправильные обобщения. Так вот, сейчас мы понимаем, что угроза, прежде всего, это миновало. Не только угроза наступления украинской армии полномасштабного, не только угроза захвата этих территорий, возврата их насильственного в состав этой безумной Украины. Угроза того, что нас разыграет. Угроза того, что снова начнут играть в политику, снова вернутся к Минску. Кто-то там кому-то уши нашепчет и скажет, что это перспективное направление, давайте еще раз попробуем. Да, мы в этот момент будем опять сидеть и вертеть головами, ну что-то происходит-то. То есть, мы теперь понимаем, что все. Рубикон перееден, точка невозврата переедена, слава Богу. И дальше только вперед. А уж куда вперед? Ну давайте будем посмотреть. Не хотелось бы слишком предвосхищать какие-то события, но моя интуиция мне подсказывает, что, как расхожее выражение, все только начинается. Ну давайте мы не будем ограничивать себя, вот свои желания, порывы. Я понимаю, будет кровь. Я понимаю, будет смерть. Я не отношусь к этому цинично, рационально. Я не хочу сказать, что ну подумаешь, сколько в истории было этих миллиардов смертей, миллиардов, миллионов военных конфликтов, которые приносили эти смерти. Нет. Мы будем и скорбеть, и переживать о своих товарищах, и даже о тех, кто там погибнет. Особенно жаль тех, кто ввязывает с это неосознанно, кто просто загнан обстоятельства или обстоятельствами загнан на линию фронта, загнан этой системой. Я прекрасно понимаю, что там подавляющее большинство тех же ВСУшников даже, они абсолютно не те вот сведомые, про которых мы говорим. Да, жаль их, безусловно. Ну, в конце концов, маховик истории – это штука такая, которая приобретает инерцию, и уже так легко не остановить, как мне кажется. Ну, а там дальше будем смотреть. Поэтому оправдается мои ожидания, не оправдается. Если оправдается, то самое главное, что дай бог, как можно меньше крови. К чему готова армия Донецкой Народной Республики? Она готова выложиться. Вот сейчас мы, в частности, те люди, над которыми я осуществляю, кураторство определенное, сейчас мы мобилизовали всех, кого смогли, сейчас мы перетряхнули все свои закрома, посмотрели все, что может ездить, стрелять, выполнять какие-то другие функции, кормить людей и прочее. Мы понимаем, что с точки зрения материал-технического обеспечения мы где-нибудь там, в Архаике, во вчерашние дни, не важно, важно настроение людей, любого взводного спроси, как ребята, как настроены. Все, они уже себе все мобилизовали внутренне, они почувствовали максимальный, наверное, прилив, потому что костяк подразделения составляют люди выходцы из 2014 года, которые уж и устали-то верить и надеяться. Ну, а теперь эта ситуация у них воскресила и веру, и надежду, и слава богу. Я понимаю, что с этой точки зрения мы, конечно, уже готовы, мы на пике готовности. И я думаю, что если мы сейчас эту ситуацию опять заболтаем, выпустим свисток, то тяжело будет потом снова людей мобилизоваться. Это не стареет к тому же, устают, болеют, выходят из строя, к сожалению, за 8 лет уже сколько мы людей хороших потеряли, даже по понятным, естественным причинам. Поэтому в этом смысле мы готовы. С точки зрения материально-технического обеспечения, имеем, что имеем. Как говорят, не наелся, не налижешься. Поэтому будем... Наши предки с саперными лопатками в бой ходили и добывали себе врага. Поэтому у нас не саперные лопатки, а автоматы в логах. Повоюем. Готовы ли наши военнослужащие к ведению боя в городских условиях? Не в городских. Ну, бой плана, во-первых, покажет, как говорят. Ну, помимо плана, бой еще и науку принесет. Потому что по кадрам кинохроники, взятие Будапешта, Праги или Берлина, конечно, солдат не научишь воевать в условиях боя. Тем более сейчас, в современных условиях, с другими средствами, надо просто хотя бы в общих чертах представлять все трудности, понимать, какие последние методики себя оправдали. Ну, в частности, например, чеченский опыт, а в этом как раз отношении он наиболее оптимальный. Там же бои в условиях города, Грозный и подобное. Сказать, что они обучены это делать, но я не могу этого сказать даже о спецподразделениях, которые хоть в какой-то мере готовились к этому. А уж про тех отмобилизованных новобранцев, ну, тем более, говорить не приходится, это понятно. Потому что бой в условиях города, это, конечно, сложный бой, потому что это не вырытый окоп или пространство, оперативный простор, где нужно преодолеть, подавить противника, огневые точки. Тут со всех сторон могут стрелять. Ты можешь забраться в какой-нибудь квартал и не понять, что у тебя и в тылу, и справа, и слева, и спереди, и везде будет противник отстреливать с преобладающих высот и прочее. Ну, если нам придется это делать, единственное, что нужно взять себе на заметку. Но я все-таки в некотором роде специалист, и все свои боевые операции, условно говоря, боевые, которые мы планировали, я, естественно, планировал для проведения их в условиях города. Я понимаю, какие нужно примерные условия соблюдать. Но самое главное, я бы посоветовал всем командирам не торопиться и без горячки. И самое главное, не вгрызаться в территорию, если не понимаешь, кем, чем и как она там наполнена. Потому что готовности, конечно, к этому нет, но ее нет и у нашего противника. Поэтому будем учиться по ходу, и самое главное, будем стараться беречь людей и постепенно, постепенно осваивать. Нам торопиться некуда, на самом деле. Нам торопиться некуда. Самое главное, не действовать нахрапом, от нас победа не уйдет, потому что Украина осталась один на один. И санкции, те, которые ведут против России, конкретно на поле боя ей не помогут. А нам не надо торопиться. Как в известном фильме в «Кавказских пятидесятах», торопиться не надо. Самое главное, не наломать дрову и не положить лишних людей какими-то дурными приказами и не действовать, колоннами в наступление не ходить. Как бы разворачиваться в больный порядок. Ну, примерно так. Я уже дал примерно характеристику нашего мобилизационного ресурса, который мы отмобилизовали. Там людей, мало того, что обстрелянных, не то, что там почти нет, но они, может быть, есть. Но тут же вопрос, самое главное, не в личных качествах отдельных людей, а в организованности подразделения, в слаженности. Их сейчас только комплектуют. Мы готовимся, конечно, к этому. Но самое главное, чтобы никто их в качестве пушечного МС не использовал. Но, возвращаясь к вопросу, я думаю, опять можно отделаться вот этой, чтобы уйти от вопроса, это расхожая фраза. Бой план покажет. Там посмотрим. На что, собственно говоря, готова Россия, на что готов Владимир Владимирович, в свете того, о чем он заявил вчера. Я имею в виду, когда он говорил об абстрактных вещах, но об абстрактных очень правильных вещах. Я думаю, что нужно ориентироваться на план максимум, ну а там уже посмотрим, насколько хватит нашего ресурса. К сожалению, могут быть такие ситуации, когда мы, может, первоначально освоим больше результатов, а потом придется где-то как-то двигаться и достигать их компромиссов. Такое тоже может быть, и это может быть болезненно для тех людей, которые дадут этот результат. Но я, как человек с политическим уклоном, допускаю, что такое в перспективе возможно. Ну, понимаешь, о чем я говорю. Мало, ты говоришь про Харьков, про то, про это. Потому что в любом случае, даже с тем образованием, которое останется, надо будет как-то сосуществовать. Потому что я не думаю, что сейчас ставится стратегическая задача завладеть Киевом и какими-нибудь западными областями. Ну, будем пока двигаться по намеченному курсу и осваивать постепенно, как дети. Вот сначала более простые задачи, а потом будем переходить более слабо. Скажите слова поддержки военнослужащим, мобилизованным, возможно, их родственникам. Знаешь, я не хочу говорить никаких слов поддержки. Потому что постепенно, по мере развития ситуации, пафос как-то иссякал. Понимаешь, что лучшее слово поддержки – это обеспечить солдатам всем необходимым. И это будет самое… Вот я сижу вчера, провожу, например, совещание и задаю вопросы по поводу каких-то конкретных, простых вещей. Колька мест для раненых, для тяжелоранних, для эвакуации. Вот каждому командиру я просто хочу сказать, прежде всего думайте о том, как вы будете организовать не только бой конкретный и планировать, но и в целом процесс жизнедеятельности, подразделения в разных ситуациях, в разных условиях. И самое главное – спасайте своих раненых. Это главное. Любая статистика говорит, что 40% потерь – это те, кому не оказали своевременную помощь сразу же на поле боя. Или в самой ближайшей, как у нас говорят, «желтой зоне», так называемой. А вот все остальные громкие, высокие слова, кто носит в себе какое-то высокое начало, тому громкие слова не нужны, они просто поморщатся от любых моих пафосных слов. Кто не носит, ну, тому, как вернул при пакте. Значит, придет в армию, попадет под уставные взаимоотношения, получит задачу и научится любить Родину. Вот и все.